Невеста принца Гарри завоевывает любовь подданных. Американская актриса Меган Маркл переехала в Лондон после помолвки в ноябре и, несмотря на свадебные преподавления, активно путешествует по стране. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Где бы она ни появилась, публика сходит с ума от восторга. Люди выстраиваются в очереди за несколько часов до прибытия молодой пары. Лишь бы увидеть вблизи, а если повезет, то и перекинуться словечком с будущей супругой 33-летнего принца Гарри. Я встал в 5 утра, чтобы успеть на первый автобус и приехал сюда пораньше. Этого стоило Меган и Гарри точно так же, как и Уильям и Кейт, будущее королевской семьи. Меган не понадобилось много времени, чтобы завоевать симпатию британцев. Да и в династию Виндзоров она вписалась без проблем. Девушка подкупает своей скромностью и изящным стилем. Наряды, в которых она появляется, становятся хитами продаж. Мы называем это эффектом Меган Маркл. Как только в прессе появились ее фотографии с посещения рождественской службы в нашем коричневом пальто, мы продали все такие пальто за несколько часов. И спрос на них не падал еще долгое время. Причем заказывали их во всех странах мира, даже таких, куда мы в жизни не делали доставку. Похоже, до свадьбы Меган решила посетить все части Великобритании. Она уже была в Англии, в Альсе и Шотландии. Остался только визит в Северную Ирландию. Этот тур не только знакомство со страной и подданными короны, но и благотворительная работа. Маркл и до переезда в Британию помогала нуждающимся. Она, как посол ООН, борется за гендерные права, ну а также за доступ к чистой воде в африканских странах. В Великобритании Меган тоже активно занимается благотворительностью. Ее сравнивают с покойной матерью принца Гарри, леди Дианой. Но девушка уже познала и обратную сторону популярности. В начале месяца она получила конверт с белым порошком и расистскими угрозами. Порошок оказался безвредным, однако переполох во дворце произвел. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Британское бюро телеканала Интер.